Всех приветствую! Недавно на моем канале вы могли лицезреть изготовление такой вот бронзовой спиртовки, которую я уже опробовал и она довольно таки неплохо работает. И что самое интересное, никто даже не догадался, зачем она надо. Хотя это очень странно. Давно меня просят сделать всякого рода разные двигатели и стирлинга и турбореактивный. И даже двигатель внутреннего сгорания. Из всех вышеперечисленных мне больше всего как-то по душе для начала изготовить двигатель стирлинга. Этим я в данный момент и занимаюсь и как видите, есть уже первые плоды. Спиртовка, то есть чем его запускать уже готова. Далее буду делать маховик, что вы собственно и увидите в этом видео. Почему двигатель стирлинга, а не ДВС или турбореактивный? Турбореактивный, там его не так-то просто изготовить, как и ДВС. Ну а двигатель стирлинга он очень красивый, поэтому хочется начать изготовление с такой прикольной вещицы. С этой пластины будет изготовлен маховик. То есть держитесь ребята, опять будет перевод латуни дикий просто. Размер ее именно тот, который меня интересует. 67 миллиметров. Вообще по чертежу я выбрал уже готовый чертеж, правда буду немного модернизировать. По чертежу диаметр 78, хотя толщина 11 миллиметров, но у меня толщина будет 18 миллиметров. Маховик получится довольно-таки тяжелый и я думаю нормально будет вращать. Здесь главное не перебрать с массой маховика, потому что так он может даже и не запуститься. Это ребята мой первый двигатель стирлинга и возможно придется с ним помучиться. Так что эпопея скорее всего будет очень интересная. Делать буду по узлам, то есть сначала маховик, потом поршневую, вытеснитель. Буду делать вот так постепенно, потому что сразу в одно видео уместить это невозможно. Ну а потом будут пусконаладочные работы и возможно какие-то переделки. Потому что я начитался на форумах, что сразу практически ни у кого он не запускается. Предварительно я здесь на фрезерном лишний кусочек обрежу. Он мне еще пригодится. Для опоры маховика выбрал вот такие маленькие подшипники с отверстием 7 миллиметров. По этому отверстию буду делать вал и это же отверстие будет посреди маховика развернуто разверткой. Разметил на рейсмусе и буду отрезать лишнее. Получается очень ровный рез. Вот этот кусочек нам еще куда-нибудь пригодится. Получилась вполне крупная заготовка для маховика. Сделал центровочное отверстие и Буду потихоньку обрабатывать, просто прижму кулачком деталь. Латунь сыпучая или бронза, желтый сыпучий металл. Поэтому обрабатывается будет довольно таки нормально. Крепко прижимаю и на 700 оборотах поехали. У меня задумка такая, сделать плавные формы, чтобы все было максимально красиво и сделать естественно отверстие. Какой же это маховик без отверстий, чтобы видно было как вращается двигатель. Теперь деталь спокойно зажимается в вытачке и можно ее также спокойно в них обрабатывать. Теперь делаю отверстие. Сначала прохожусь центровочкой, а потом пройду сверлом и разверткой. После развертки отверстие получается очень точное. Маховик по-прежнему очень тяжелый. Закрепил заготовку на поворотном столе. Это нужно для того, чтобы просверлить отверстие. Одно отверстие есть, теперь нужно определиться, сколько нужно отверстий, шесть или пять. Попробую пять. После сверла какие-то некрасивые отверстия получили, поэтому я их пройду еще и фрезой. Сделал, ребята, фрезу одноперую. Переточил с двухперой и буду растачивать. Просто у меня только такой вариант. Никакие другие фрезы готовые не подходят. Выставился по нескольким отверстиям, чтобы везде брала фреза и будем пробовать. Обороты 315. Отлично работает фреза. Сейчас все пять отверстий в том стиле мы расточим. Вот такое колесо на данный момент получилось. Нужно его на токарном обработать. Обточил, теперь колесо выглядит вот так. Дальнейшая процедура. Точу оправку, сажаю на него колесо и обрабатываю снаружи, полирую, делаю красоту. Дальнейшую. Точу оправку. Точу оправку. Точу оправку. Рераняノ. Точу оправку оправку. Точу оправку. Точу оправку. Точу оправку. Точу оправку которые рассказывали всём est bien. Нужно поставить едой двадцатый пример веществу, Final glance. По biggerTeц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрабатываю медную заготовку, на которой будет сидеть маховик. Фрезеровка идет очень чистенько. На токарном заготовке мне бы казалось сложнее медь обрабатывать. В результате всех стараний получилась такая вот красота. Надеюсь, работать будет также хорошо, как выглядит. Я здесь уже под него сделал стоечку предварительно. Стоечка будет выполнена из меди. Пока ее не полировал, не доводил, потому что нужно будет стыковать с основными частями двигателя. Но уже можно попробовать, как вращается это колесо. Впрессовал сюда подшипник. Здесь было отверстие, была шина какая-то и подшипник прямо сюда хорошо подошел. Я его завальцевал по краям. При вальцовке старался, чтобы сильно не плющить медь, чтобы его не закусило. Потому что подшипник очень маленький и его свободно могло бы закусить. Все это дело выглядит вот так пока что. Как видим, крутится свободно, сразу не останавливается. Получилась такая хитрая дрель. Не в ту сторону кручу. Две запчасти к двигателю стирлинга уже готовы. Осталось двигаться дальше. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующее видео. Ну а на этом все. Всех благодарю за внимание. Всем пока.